МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Что на улице Свободы находится? Это церковь. Я вот сейчас уже с отцом Игорем поговорила. Это моя церковь. Мы туда с дочерью тоже ходим. И рассказывали про уникальные иконы, которые отец Игорь туда привез из Грузии. Просто правда, это редкие такие вещи. Очень приятный и для меня очень близкий храм. И как раз мы с Аней в разный период времени с отцом Игорем познакомились. Я когда-то впервые узнала о деятельности общины, когда правительство совместно с ГТРК «Авятка» снимало большую программу по доступной среде. И я тогда была крайне удивлена, что действует большая община, которая сопровождает, помогает, живет вместе с людьми, у которых есть ограничения по слуху. Причем некоторые уже совсем даже не ограничения, совсем глухие люди. И я тогда заходила в школу, которая у вас там есть, воскресная. Я видела, какое количество людей туда приходит, и чем они занимаются. Я была крайне удивлена. И надо сказать, что для многих, в том числе и чиновников, которые работают в этой сфере, тоже была открытием ваша деятельность. Но с тех пор прошло много лет, и утекло много воды. И то, чего вы достигли сейчас, и чем вы сейчас занимаетесь, это абсолютно современные услуги. Я бы даже сказала, в регионе нашем передовые. Потому что вы вышли уже на дистанционное сопровождение слабослышащих людей. И мало того, вы готовите специалистов по работе с этими людьми. Я так понимаю, что с этого года как раз подготовка началась. Мы с отцом Игорем общались в мае этого года. Он говорил, что к осени мы планируем выпустить первую группу специалистов, что получаем лицензию на образовательную деятельность. И первую группу специалистов, сурдопереводчиков, выпустим осенью. И это состоялось не в понедельник, как я ввела в «Слушатели в заблуждение», а в минувшую пятницу состоялось. Восемь человек, восемь новых специалистов. А тогда, несколько лет назад, как раз когда мы общались, мы говорили о том, что у нас проблема в регионе со специалистами по сурдопереводу. И она действительно была, эта проблема, серьезной. Поэтому задача, которую вы решаете, распространяется не на вашу общину только, а распространяется на весь регион. И вполне возможно, что когда-то будут обучаться специалисты и для других регионов, как мне кажется, потому что не очень распространенная эта услуга в нашей стране. Итак, давайте приступим. Вот расскажите, да, с чего все началось и к чему вы пришли. Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Хочу поблагодарить уважаемых ведущих за приглашение сегодня сказать несколько слов о нашей деятельности. Ой, с чего началось, конечно, это очень такая длинная история. Я, наверное, хотел бы акцентировать внимание на том, что в прошлом году мы нашу вятскую православную общину глухих и слабослышащих во имя святой царицы Елены зарегистрировали юридически. Сейчас это Кировская общественная организация, Вятский духовно-просветительский центр «Елена для глухих, слабослышащих и слепоглухих». И вот уже на базе этого центра мы как раз сейчас перевели наш диспетчерский центр, который был на балансе прихода. Сейчас он относится вот именно к этой организации, диспетчерский центр связи для глухих и слабослышащих. И также в этом году, наконец-то, мы очень долго к этому шли, и нам удалось получить образовательную лицензию на оказание образовательных услуг. То есть это обучение, повышение квалификации по дополнительной образовательной программе основы русского жестового языка, язык коммуникации глухих граждан. Вот так это называется. И на самом деле, конечно, это у нас не первый выпуск, это, можно сказать, первый выпуск нашей организации образовательной. А до этого у нас уже было два выпуска, совместно, опять же, с Министерством социального развития Кировской области мы это делали. Но мы обучали сами, а из Москвы приезжал специалист, который экзаменовал наших слушателей и выдавал московские удостоверения. Ну, сертификаты такие, да, о том, что курсы пройдены, человек может работать. Вот, конечно же, нам сейчас намного легче, потому что мы уже независимы ни от кого, то есть мы уже самостоятельно обучаем, самостоятельно и принимаем экзамены. Вот, в пятницу состоялись курсы, состоялся экзамен, и успешно все слушатели сдали. Комиссия была 5 человек, вот, и вся комиссия осталась довольна результатом и уровнем слушателей. А вот эти 8 человек, кто они? 5 человек от Министерства социального развития, то есть это работники социальной сферы, которые работают у нас, как и в городе Кирове, двое у нас есть из Мурыгина, из интернатов, вот, и трое было добровольцев. Так, добровольцы, они пришли из какой сферы и куда, главное, пойдут? То есть, ну, вот, соцработниками, понятно, да, они, видимо, работой обеспечены, и они в своих же учреждениях будут применять полученные знания. А вот эти трое добровольцев? Ну, добровольцы. Одна у нас доброволец работает в аптеке, к ней приходят очень часто глухие, и она с ними общается, поэтому вот решила более профессионально свой жестовый язык. Другая доброволец, она пока сидит дома, у нее трое детей, вот она для себя решила освоить жестовый язык, ну, я так думаю, что в дальнейшем, наверное, все-таки ей где-то пригодится он. И третья добровольца, наша певча, нашего храма, она тоже для себя, потому что приходится все равно с глухими... Ну, конечно, у вас прихожан таких много, да? Да, вот. Надо сказать, что и сам отец Игорь прекрасно владеет этим языком, и службы, когда вы ведете, вы используете этот язык. Сопровождение. Да. Те богослужения, на которые приходят наши глухие, слабослышащие, они все сопровождаются русским жестовым языком. То есть все возгласы, которые я говорю голосом, я сопровождаю жестами. Все, что поет наш клирос, хор, переводчик стоит напротив глухих и переводит на русский жестовый язык. Вот, смотрите, сейчас у вас есть лицензия, и у вас по этой лицензии прошел первый выпуск. Замечательно совершенно, что правительство даже заказывает то количество людей, которые сейчас требуются для работы. Знаем ли мы, куда отправились или отправятся на работу ваши выпускники? Они уже работают. Там, где они работали, они там и работают. Поскольку наши курсы носят статус повышения квалификации, то есть они, пройдя эти курсы, повышают свой уровень знания, увеличивают свои компетенции. Соответственно, они расширяют свое поле деятельности и могут общаться не только с простыми гражданами, но и с людьми, с инвалидами по слуху. Это какие-то социальные центры? Конечно, вот центры соцобслуживания, социальной поддержки населения, которые есть практически в каждом районе нашей области. И вот мы с отцом Игорем до эфира еще говорили, я так понимаю, что в перспективе есть определенная потребность у некоторых районов нашей области на то, чтобы еще специалистов к вам направлять на обучение. Да, совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, как выстраивалась программа по обучению языка? Что нужно для того, чтобы его освоить? Каждый ли человек способен это делать? Я думаю, что освоить может каждый, но в разной степени. Это зависит много от чего. Во-первых, наше главное условие – это наличие у человека профессионального образования. Либо среднеспециального, либо высшего. Поскольку это курсы повышения квалификации, то и повышать квалификацию мы должны уже имея какое-то образование. А какое тогда должно быть образование? Абсолютно любое. То есть у человека должна быть профессия. Понятно. Обязательно. Вот, это первое. А второе, конечно же, самое главное – желание. Если не будет желания, если человек будет это делать, как мы говорим по-русски, из-под палки, то, конечно же, ни один язык освоить так не удастся. Ведь дело в том, что жестовый язык – это самостоятельная лингвистическая языковая система. Это не просто махание рук, это самостоятельный язык, язык, на котором общаются люди. Соответственно, как и любой язык, он имеет свою грамматику, свои правила, свою морфологию. И всё это нужно знать человеку для того, чтобы общаться с глухими. Поэтому нужно обязательно желание освоить, чтобы освоить жестовый язык. Я всегда говорю, что если вы хотите свободно разговаривать на жестовом языке, вам для начала нужно полюбить глухих. Потому что изучать жестовый язык отдельно от глухих невозможно. Мало того, что должна быть практика общения с этими людьми, так ещё, конечно же, нужно какое-то желание, стремление идти на контакт с этим человеком. Ну, в конце концов, просто практика какая-то должна быть в процессе обучения. Правда же? Конечно. Надо же понимать, тебя слышат то, что ты руками говоришь или не слышат. Ну, мотивация. Об этом речь идёт. Потому что, когда мы изучаем любой язык в школе, если мы заинтересованы литературой, например, английской или французской, или нам нравится страна, или мы выезжаем, или у нас друзья по переписке, как в нашем детстве были, мы стремимся изучить этот язык. Вот здесь то же самое. Он не может быть... Оторван. Да, задачей искусственной. У человека должна быть внутренняя потребность, и она должна быть достаточно высока, чтобы он смог от и до пройти вот этот путь. Прервим сейчас на полминуты и продолжим разговор с нашим гостем, отцом Игорем Шиляевым. Деятельность Виатской православной общины глухих и слабослышащих людей сейчас связана в том числе и с обучением мотивированных специалистов. Сурдо-языку называется «Русский жестовый язык». И первая партия, можно сказать, специалистов выпущена сейчас. Уже восемь человек обучилось. Пять из них работают в социальных центрах. И по направлению правительства пришли, но и по зову души, как оказалось, раз они закончили этот курс. И трое волонтеров, трое добровольцев, которые тоже решили освоить этот язык. Отец Игорь Шиляев, руководитель Виатской православной общины глухих и слабослышащих людей, настоятель Царёва Константиновской Знаменской Церкви города Кирова у нас в гостях. И вот мы сейчас в перерыве говорили с отцом Игорем. 74 часа. Вот программа такая, официально утверждённая. Во-первых, программа эта какая-то федеральная, или вы сами её составляли? И будут ли в ней какие-то изменения и следующие курсы? Программа эта официальная. Составляли мы её сами. Но, естественно, мы взяли опыт Московского учебно-методического центра при Всероссийском обществе глухих. Ну, немножко мы её там сделали под себя, можно сказать. Адаптировали чуть-чуть. Адаптировали, да-да-да. Вот. И также у нас ещё планируется второй модуль. Первый модуль — это повышение квалификации. Это основы русского жестового языка. А второй модуль — это уже профессиональная переподготовка. Называется технология перевода переводчик русского жестового языка. То есть это уже человек получает, можно сказать, вторую профессию. Профессию переводчика русского жестового языка. Сейчас, кстати, уже не принято говорить сурдопереводчик. Не принято. Да, да, уже не принято. Сейчас слово сурда, оно немножко уже уходит из обихода, потому что не совсем оно корректно. Поэтому говорят переводчик русского жестового языка. Ну, переводчик может осуществлять сурдоперевод, так еще пока говорят. Также еще некорректно сразу хочу сказать, что говорить глухонемые, потому что глухонемых не бывает, их сейчас нет. Немой человек — это человек, у которого с медицинской точки зрения он лишен органов звуковоспроизведения, то есть либо дефект голосовых связок, либо отсутствие их, либо что-то с языком связано, с небом. То есть все, что влияет на звукопроизношение, звуковоспроизведение. Вот если есть какая-то вот такая вот болезнь, то тогда он может быть немым. А все глухие, они говорящие, они все говорят, всем, начиная с 50-х годов XX века, ставят речь. И поэтому, конечно, кто-то лучше говорит, кто-то хуже, но они все говорят. Поэтому немых нет сейчас. Их называют глухие и слабослышащие. Второй модуль дает специальность уже, которая будет применима где? Второй модуль дает возможность уже осуществлять именно услуги перевода на русский жестовый язык и обратный перевод абсолютно в любых структурах, как и государственных, так и других, негосударственных, некоммерческих. То есть, например, пришел человек глухой, скажем, в нотариус, пришел он с переводчиком. Если у переводчика есть пройден вот этот второй модуль, он имеет право осуществлять перевод. То же самое касается в банках, в судах, в больницах, поликлиниках. То есть, везде, где нужен такой официальный статус, закрепленный документально, в какое-то следствие ведется, дознавание и так далее. То есть, у переводчика должны быть документы о том, что он имеет право осуществлять перевод. — То есть, просто человек, изучивший, например, русский жестовый язык дома, по инструкциям в интернете, по учебникам каким-то, без вот этого сертификата, о продвинутом курсе, так скажем, он не может участвовать, быть переводчиком в государственных структурах или в каких-то процессах, связанных с юридическими такими вещами. — Не может. — Нет. — А в таком случае, как это в Кирове работает? То есть, вы еще только приступаете к базовому курсу. У нас много таких переводчиков, которые могут, потому что, ну, вот людям, слабослышащим, ведь государственные услуги точно так же, как нам всем они требуются. — Сейчас в нашем Кировском региональном отделении Всероссийского общества глухих работает всего два переводчика. А глухих и слабослышащих у нас 800 человек. Поэтому, соответственно, на всех их не хватает. Они, естественно, не справляются, но это невозможно всех охватить. Поэтому сейчас отчасти проблему решают наш диспетчерский центр, который также может использоваться как облачный переводчик. То есть, если глухой, например, приходит в какую-то организацию со смартфоном, он соединяется по конференц-связи, видеоконференц-связи с диспетчером, и вот так осуществляется перевод. То есть, в диспетчер не нужно никуда ходить, он прямо в экран на камеру говорит. — Спасибо высоким технологиям. — Да, да, да. И, конечно же, бывают, опять же, такие ситуации, опять же, еще раз повторюсь, связанные с какими-то юридическими, уголовными процессами. Там нужно обязательно присутствие переводчика. И, мало того, по законодательству обязательно должна быть видеофиксация его перевода. Кстати, не все у нас знают об этом, даже следственные органы. Потому что я, например, пять раз уже участвовал в таких подобных мероприятиях, и сам всегда говорил, чтобы обязательно была видеофиксация. Иначе я отказываюсь переводить. Не дай бог, что там будут какие-то вопросы возникнуть, и кто будет виноват? Переводчик. Он неправильно перевел. А когда есть видеофиксация, ведь даже при любом допросе бывает аудиозапись, когда со слышащим человеком разговаривают, то здесь в этом случае должна быть видеофиксация. Ну, все правильно, конечно. Это все должно быть подтверждено каким-то образом. Когда вы планируете приступить к набору слушателей на второй модуль? На второй модуль. Мы еще раз хотим провести еще первый модуль, а потом будет второй. То есть это будет примерно первый модуль в феврале, я так думаю, а второй модуль либо в конце февраля, либо в начале марта. Вот на каких условиях добровольцы, как вы говорили, например, могут пройти обучение по первому модулю? На каких условиях? Да, ну вот люди сейчас нас слушают и заинтересовались этим. Они не направлены правительством, не направлены своими работодателями. Тут можно сказать два условия. Первый я уже сказал, озвучил. Это наличие хотя бы одного профессионального какого-то образования, вот, законченного. А второе – это возможность учиться по нашему графику, потому что у нас график каждый раз всегда бывает разный. Сейчас вот курсы, которые закончились, график был вот такой, как удобный, был для слушателей понедельник, среда, пятница с 9 утра до 4.20 вечера, то есть целый день с перерывом, естественно, на обед 40-минутным. И мы уложились чуть меньше месяца, то есть 74 учебных часа, вот они как бы укладываются. Есть сейчас спрос на график в течение, скажем, 10 дней подряд. А, то есть более плотный получается. Да, более плотный. Вот, поэтому вот когда выездные делаются, проводятся курсы, то всегда это бывает неделя, 10 дней, то есть вот это все укладывается. Есть вот сейчас спрашивают, вот возможно ли такое, поэтому возможно как раз будет именно в феврале вот такой график. Поэтому это уже и зависит от слушателей, смогут они, вот добровольцы я имею в виду, смогут они по такому графику или нет. То есть надо будет, если ты хочешь и где-то работаешь, на этот период времени тебе, скорее всего, надо будет брать либо отпуск, либо там, ну, как-то на работе договариваться, если тебе по работе это нужно будет, да? Да, меня интересует еще оплата обучения для добровольцев. Вы когда направляет правительство и работодатель, понятно. А если люди сами хотят? Добровольцы самостоятельно оплачивают. То есть все можно узнать у вас? Да. Понятно. Давайте поговорим еще про диспетчерский пункт, который уже... Про диспетчерский центр. Центр, который много раз упомянули. Я уверена, что очень многие не знают о нем. О нем давайте расскажем. Диспетчерский центр, он сейчас работает с понедельника по пятницу. Туда могут обращаться абсолютно любые граждане, не только даже с проблемами слуха, но даже и слышащие, которые, например, хотят связаться с какими-то глухими. Вот даже такое может быть. То есть, например, родственник может как-то ищет человека, да, не может с ним связаться. То есть можно через диспетчер это сделать. Но больше всего, конечно, используют это глухие и слабослышащие. Спрос очень сейчас так вот разрастается среди глухих, потому что узнают люди об этом центре и обращаются с абсолютно разными просьбами, начиная там от поиска работы, заканчивая с просьбой разобраться там с сосульками или с деревьями. Понятно, потому что человек не понимает, как ему, извините, пожалуйста, конечно, за такое сравнение, но даже здоровому человеку не всегда в управляющей компании удается объяснить, что он хочет получить. Даже скорую помощь вызвать этому человеку проблематично. Скорая помощь, все что угодно, да. В каком режиме работает диспетчерский центр? Вы сказали, с понедельника по пятницу, а в течение суток? С понедельника по пятницу диспетчер находится на рабочем месте, но у диспетчера всегда с собой смартфон диспетчерского центра, поэтому, по сути, он работает круглосуточно, поэтому диспетчер всегда на связи. То есть, когда какие-то нужны экстренные, сделать вызовы, это уже скорая помощь, там, или какие-то службы другие, то диспетчер это может сделать, потому что... И выходные дни тоже. Да, да, да. А как сам механизм обращения в диспетчерский центр? По любому виду связи, будь то скайп, вайбер, ватсап, электронная почта, смс-ки, то есть абсолютно... Вот сейчас я должна что сделать, чтобы зафиксировать вот этот путь к диспетчерскому центру? Вот я сижу, у меня компьютер, смартфон, куда я должна зайти, кому позвонить, как подписаться на это? Я сейчас... У нас еще будет перерыв, я вам сейчас полную в течение перерыва подготовлю информацию. Хорошо, договорились. Давайте сейчас и уйдем на перерыв, буквально полторы минуты у нас реклама, и это очень важно. Всем, кто слышит, кто может помочь людям с ограничениями по слуху, мы расскажем, как обратиться в диспетчерский центр. Продолжаем разговор с отцом Игорем Шиляевым, руководителем Вятской православной общины глухих и слабослышащих людей, настоятелем Царево-Константиновской Знаменской церкви города Кирова. Мы вам обещали до перерыва, что проинструктируем, как связаться с диспетчером центра глухих и слабослышащих людей. Напоминаем, что это улица Свобода 70А, прекрасная, добрая церковь, я вам хочу сказать, сама туда хожу. Вот, и полную инструкцию отец Игорь нам в перерыве дал. Во-первых, есть телефон. Телефон 8-900-19-510-05-55. Совершенно верно. На этот номер телефона завязаны, ну, обычная телефонная связь, смски, вайбер и ватсап. И ватсап, совершенно верно. То есть мессенджеры, современные мессенджеры. Да, да, можно еще связаться через скайп, по интернету, и адрес такой DC-DF-43. Ну, вот, если вы позвоните по телефону, то, собственно говоря, можно там уже дальше инструкцию со слов сложно воспринимать. Тем не менее, DC-DF-43. Вот зачем скайп нужен, да? Как раз те самые режимы видеоконференции, о которых говорил нам отец Игорь, и которые помогают. Вот отец Игорь в мае мне рассказывал, как это работает, например, на приеме у врача, да? Приходит слабослышащий человек на прием к врачу. Врач, естественно, общаться с ним полноценно не может. Не может понять, что его беспокоит, да? И рекомендации свои не может дать. Подключается диспетчер через режим видеоконференции. И, значит, слушает врача жестами, объясняет пациенту, что врач ему говорит. Соответственно, пациент жестами объясняет переводчику свои какие-то потребности, а тот переводит голосом уже врачу. Ну вот у меня есть смартфон, я к врачу пришла, я его включила, скайп, например, да? Врач говорит, переводчик слышит, я вижу переводчика, он мне показывает, я отвечаю переводчику, переводчик по громкой связи передает это все врачу. Да, совершенно верно. И эта история работает не только с медиками, эта история работает, я так понимаю, в том числе и с потенциальными работодателями. Потому что, отец Игорь мне рассказывал, большая очень проблема, правда, у людей с ограничениями по слуху, как, наверное, у многих людей вообще с ограничениями по здоровью, в поиске работы. То есть есть совершенно уникальные специалисты или ответственные специалисты, которые хотели бы работать и готовы причинять добро работодателю своему, но тот их не берет, опасаясь каких-то проблем, может быть, в дальнейшем в коммуникации, еще в чем-то. Или он вообще не понимает. Или он не понимает. И он не осознает, что перед тобой полноценный и, может быть, очень важный работник для твоего предприятия. И вот в этом диспетчерский центр тоже помогает, да, Тецыг? Да, конечно. Я просто еще хочу добавить, что у нас еще есть страничка группа ВКонтакте, так и называется, диспетчерский центр связи города Кирова. То есть можно и туда еще писать. А что касается того, о чем вы сейчас сказали, дело в том, что в советское время глухие были обеспечены всем. Они были обеспечены образованием, они были обеспечены работой. То есть у нас существовало такое учебно-производственное предприятие, где глухие проходили после окончания интерната обучение на таком профессиональном уровне. Все обучались, значит, мужчины там обучались слесарному делу, плотничали, там электрикой занимались. То есть женщины на швей учились готовить и так далее. И все получали образование. Потом они там же оставались и там же работали. То есть они производили определенную продукцию и все были заняты делом. В 90-х годах все это у нас по известным... Свернулось. Да, свернулось, все это рухнуло по известным причинам. И сейчас глухие остались, можно сказать, ни с чем. Сами себе предоставлены, как хочешь, так и крутить. Да, много глухих работает. Женщины посудомойками, уборщицами, мужчины дворниками. То есть это очень печально. Но самое интересное, что вот у того поколения людей остались навыки, остались... Профессиональные какие-то умения, да? У них у всех есть стаж очень большой. Они много что могут и умеют делать. И когда глухой обращается в диспетчерский центр с просьбой найти ему работу, и когда диспетчер находит какой-то там вариант, начинает звонить работодателю, когда работодатель узнает, что этот человек глухой, он сразу говорит, нет, 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 нет. Почему нет? Ну, а как мы будем с ним общаться? Ну, как? Он прекрасно читает по губам, прекрасно говорит. Вы так и будете общаться? Нет, нет, нет. Ну, подождите, у него такой опыт, у него такой стаж, да, столько лет. У него есть даже квалификация, там, какой-то разряд. Нет, и все. Вот вам, пожалуйста. Ну, а такие случаи, они вот, если мы в процентах, скажем, примерно, насколько часто происходят? 70%, 80%. Вообще есть в Кирове работодатели, которые не говорят сразу нет, а говорят, хорошо, я готов попробовать? Есть, кто уже сталкивался с глухими, у кого глухие уже работали, они знают, что это очень ответственные люди, что их можно взять. То есть такие есть, на самом деле, но их в меньшинстве. То есть процентов можно 5. Как вы стараетесь помочь людям трудоустроиться? Есть ли история успеха? Я думаю, что на этот вопрос лучше бы ответила диспетчер. Вот, я такой полной информации не обладаю, но, конечно, положительные случаи есть, безусловно. Диспетчер у нас ведет специальный журнал, где отмечают как раз, вот, чем она смогла помочь, чем не получилось. То есть все у нее отмечено. Ну, это хорошая история. Мы со своей стороны обещаем вам, что можем помочь в популяризации таких вещей. И с удовольствием будем вас приглашать. И вы сами нам, пожалуйста, звоните и говорите, давайте поговорим вот об этом и об этом. Потому что это важно. Вести просвестительскую деятельность, разъяснительную деятельность в этом направлении. Конечно, чем больше мы об этом будем говорить, понимать, знакомиться с вашими подопечными, знакомиться с этими людьми, неважно какого возраста и какой профессии, мне кажется, тем легче начнет воспринимать общество в лице работодателей, собственно говоря, этих людей и понимать свою выгоду, между прочим, от работы с такими людьми. Потому что вот мы в первом часе говорили о социальном предпринимательстве, и государство сейчас повернулось к социальным предпринимателям, а там один из важнейших критериев – это обеспечение рабочими местами, предоставление рабочих мест людям с ограниченными возможностями, в том числе и глухих. Так ведь? Совершенно верно. Мы, конечно, очень будем благодарны вам за это. Я бы еще хотела отца Игоря попросить вот о чем. Поэтому мне кажется, что для людей с какими-то ограничениями по здоровью очень важен вот такой момент в их жизни, как социализация. И община ваша, она вот это дает. То есть ведь у вас не только службы идут с переводом, у вас там и какие-то активности и для детей, и для взрослых. Можете немножечко про это рассказать, чтобы люди понимали, кто еще не с вами, куда можно прийти? Может быть, человек еще к вере не пришел, он, может, на службу еще ходить не готов. Надо быть обязательно православным, чтобы прийти к вам в общину, скажите. Чтобы прийти в общину, конечно, желательно быть православным или, по крайней мере, готовящимся стать православным. А чтобы прийти в диспетчерский центр, может прийти абсолютно любой. То есть здесь мы не делаем никаких приоритетов. Диспетчерский центр помогает всем. И тем глухим, у которых есть индивидуальная программа реабилитации, и тем, у кого нет индивидуальной программы реабилитации. И абсолютно разным вероисповеданием. Разделяем две эти вещи. А что касается общины, конечно же, у нас глухие живут такой очень настоящей, насыщенной жизнью. Потому что кроме богослужения у нас много проводится других мероприятий. Но, как у любой православной общины, все равно на первом месте, конечно же, это богослужение, это участие в духовной жизни. Это исповедь, причастие, это обязательно. Но, опять же, мы никого не заставляем. Каждый человек должен прийти к этому сам, самостоятельно. У нас есть глухие, которые не причащаются пока еще, потому что они недавно только пришли. Мы ко всем абсолютно относимся спокойно, с терпением. Понимаем, что нельзя человека заставить, он должен сам это понять и принять. После богослужения у нас всегда проходит воскресная школа. Воскресная школа у нас в нашем помещении, в библиотеке бывает. И на воскресной школе мы либо какие-то праздники разбираем, что-то рассказываем о святых. То есть у нас абсолютно свободная такая, у нас нет никакой программы. К каждому уроку готовимся, можно сказать, за несколько дней. И у нас наши переводчицы, они тоже помогают в проведении воскресной школы. Кто-то, если, например, куда-то съездил, обязательно расскажет, покажет фотографии. Вот. Бывают какие-то тематические у нас школы. У нас мы несколько раз приглашаем, еще будем приглашать преподавателя русской литературы. Вот. Такая очень умная женщина, искусствовед, преподаватель Кировского областного колледжа музыкального искусства имени Казинина. Алифтина Геннадьевна Кривошейна. Мы ее уже приглашали, всем очень понравилось. То есть это были такие встречи о поэзии, о классике русской. Вот очень и вас тоже приглашаем на эти встречи. Когда я у вас была на воскресной школе, я заметила, что большинство ваших людей, которые ходят в школу, это женщины. Так ли это? Где мужчины? Да. Большинство женщин, но есть у нас, конечно, и мужчины. Вообще, если вы посмотрите на простых прихожан, вы тоже обратите внимание, что тоже все-таки... Женщин больше значительно. Да, больше женщин. Вот. Что касается глухих, тут причина, скорее всего, все-таки одна. Те глухие, которые не в православной общине, практически все находятся в сектах. Среди глухих тоже очень... Это проблема. Очень активно ведут свои действия сектанты. Вот. И глухие, они более такие эмоциональные, они более доверчивые, чем слышащие. И они очень легко на это все поддаются. Вот. Но оттуда их вытащить, это огромная проблема. Поэтому, вот, и, как ни странно, и мужчины тоже подвержены этому. У нас, кстати, много и наших глухих в общине пришли к нам из сект. Вот. Ну, вот такой сложился у нас костяк. Сейчас вот человек 20-25 глухих, которые постоянные наши прихожане. Вот. Но мы радуемся каждому человеку, кто вновь приходит. Пусть он ничего не знает, ничего не умеет, но мы всегда рады, что человек пришел, значит, уже какой-то вот есть положительный такой вот момент в этом. Мне всегда интересно, вот взаимодействуют ли наши организации, там, разные совершенно и государственные, и частные, там, если можно их так назвать, по разным видам подопечных, скажем, на каких-то общих мероприятиях. То есть вот у вас какие-то, там, с обществом инвалидов, с обществом слепых, может быть, какие-то совместные встречи, там, мероприятия, какие-то поездки, показы, лекции, вот это вот все как-то проходит, нет? Ну, у нас чаще всего бывает взаимодействие с общей епархиальными мероприятиями. А, понятно, с епархией. Вот недавно буквально приезжал знаменитый поэт протеерия Андрей Логвинов, он родом Святки, но сейчас служит в Костроме, член Союза писателей и поэтов России, вот, и он приезжал как раз с презентацией своей новой книги, и у нас глухие ходили с переводчиком на эту презентацию, вот. Отец Андреев уже давно с ними знаком, и глухие его очень любят, хотя глухие не очень чувствуют поэзию так, как мы, в плане рифмы. И мелодики, может быть, какой-то, да? Но они чувствуют в плане эмоций, в плане вот средств выразительности, которые есть в жестовом языке как раз, вот, поэтому они, вот, были на этом мероприятии. Недавно мы буквально вернулись из Йошкаралы, всей прямо, вот, мы общиной, все 25 человек ездили, нас приглашала Йошкаралинская община глухих, которой в этом году исполнилось 10 лет, вот, мы с ними уже тоже давно дружим, и они нас пригласили на свой юбилей, вот, а нашей общине в этом году исполнилось 13 лет. То есть мы даже постарше? Да, мы постарше. Спасибо. Мы, как и обещали, будем обязательно вас приглашать, и будем приглашать ваших друзей, так скажем, потому что нельзя назвать их неподопечными, никак-то, да? Как вы называете, кстати говоря, прихожане просто, да, членов общины? Свои. Свои, да. Будем приглашать своих сюда, в эту студию, и прежде всего, да, действительно показывать, что мир, он открыт, и, кстати говоря, конечно, хорошо и повышение квалификации, профессия, но мне кажется, что со временем будет уже такой опыт, когда всё большее количество людей будет осваивать этот язык, чтобы элементарно общаться с людьми на улицах, в магазинах, не используя как профессиональную деятельность, а из чистого понимания того, что люди настолько многогранны, что упускать знакомство с интересным человеком от того, что ты не знаешь просто его язык, и не можешь с ним общаться, нельзя. Благодарим отца Игоря Шиляева, руководителя Вятской православной общины глухих и слабослышащих людей, настоятеля Царева Константиновской Знаменской церкви города Кирова, Анна Лапшина и Светлана Занько. Да, на этом мы с вами прощаемся. Через 20 минут интервью с представителем компании «Магнит» программы «Крупный план». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова